Как жалко, что светская психология не изучает наследие тех, кого Церковь именует святыми отцами! Вы учтите, почему называют их святыми-то? Это же люди, которые на опыте, личном опыте жизни, познали законы жизни! Они именно познали эти законы! Вы знаете, как мы всегда обращаемся к опытным людям за советом, которые прошли, что-то делали, это уже знают, мы к ним обращаемся! Здесь вопрос касается вечности, вечной жизни! Они прошли вот этим путём! Они познали эти законы! И как важно познакомиться с этим! А воспитание? Нет! Что такое воспитание? А что это такое воспитание? Интересно! О чём идёт речь? Говорят так, что воспитание, самая суть воспитания заключается в том, чтобы приучить ребёнка, не заставить, а научить ребёнка бороться, – ну, сначала скажу очень кратко и сильно – самим собой! Научить бороться с самим собой! Что значит «самим собой»? Что это означает? Научиться бороться своими желаниями! Своим, если хотите, своим упрямством! Своими, если хотите, идеями, вот сейчас такими, которые ребёнок ещё ничего не понимает, но его говорят – ты подумай, посмотри, надо помочь! Видишь, идеи-то абсурдные! Бороться с самим собой! Вот, если сказать кратко, вот что такое воспитание! А это один из воспитательных моментов! Мы говорим о воспитании! Ведь питание – это, вероятно, наиболее близким нам, человеческому существу! Наиболее близким! То, с чем мы постоянно соприкасаемся! И здесь, поэтому, здесь, если хотите, один из первейших элементов, на которые следует обратить внимание, когда мы говорим о воспитании! Совершенно естественно, что здесь происходит и что? Элемент какого? Борьбы с собой! Ну, ещё бы! Особенно детям! Как им хочется во все стороны! И действительно приучаются! Смотришь, ребёнок бегает, хватает со стола, опять побежал туда, побежал сюда, схватил тут, да, никакой дисциплины, пищи нет, захотел хлопнул холодильником, что хочет – хватает! Слушайте, Вы слышите, что такое? Вы слышите, какой хаос? Какой хаос в душе человеческой, в его поведении! Это воспитание! Вы же помните, ещё апостол Павел говорил, что афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое! И мы всегда, когда встречаемся, ну, что нового! А китайцы, вот, например, они как раз в противоположном настроении! И они говорят так, что если Вы хотите пожелать человеку что-нибудь такого, ну, не очень хорошего, не очень хорошего, то говорят, жить тебе в эпоху перемен, то есть в эпоху нового, всё время новое! Они считают, что самое лучшее, самое хорошее, удобное и спокойное – это жить без перемен, без новенького! А мы говорим, скучно жить без новенького! Скажите ещё чего-нибудь! Да, ну вот, ну, откровений, правда, скажу, у меня никаких не было! Хотя я не сомневаюсь, что я очень хороший христианин, очень хороший! Даже в церковь хожу! И очень часто! Как ни приду, всё время Христос Воскресе пою! Но пока откровений не было! Но, тем не менее, всё-таки говорят и другое, что всё новое, то есть, что воспринимается, кажется, как новое, на самом деле, хорошее и новое, это хорошо забытое старое. Это действительно, может быть, и так. Даже если мы коснёмся таких простых вещей, как математики, то и там, если мы таблицу умножения вдруг начнём переделывать, то, боюсь, что у нас вся жизнь перевернётся. Таблица умножения остаётся незыблемой. Законы открытые, открытые, не знаю, когда и во веки веков, и Архимеды, и Эвклиды, и прочие, и Пифагоры, то есть, да, всё они так и остаются этими законами. Законы природы, как таковой, незыблемые природы, я говорю, юридические законы меняются. Меняются, правда, по той причине, что мы меняемся. Мы меняемся. И чем хуже мы становимся, тем и законы становятся хуже. Какие-то, знаете, как расползаются. Недаром говорят, что закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. А законы-то по существу, законы, природные законы, они как раз незыблемы, от них, ну, никуда не денешься. Природа так устроена, и всё, и просто ничего не сделаешь. Поэтому, кстати, обратите внимание, что, сразу назову страшное слово, но не пугайтесь, ничего страшного нет, тут света много, и нас много, да, что говорят, что сатанисты, да, они против чего борются? Против всего естественного, то, что присуще закону, законом природы, не юридическим, нет-нет, законам природы, как таковым. А причина борьбы против законов природы, почему? Вот мы даже, сейчас многие не имеем, ну, никаких богословских, там, знаний специальных и образования, но это естественно. А они-то знают, что все законы природы, и в том числе, и законы существования нашей человеческой природы, эти законы, это есть не что иное, как отражение божественных свойств. Слышите? Человек богоподобен, по природе своей он подобен. Выражаясь богословским языком, я скажу так, что всё богосданное, всё, космос, жизнь, животные, все виды живых существ и, конечно, преимущественно, человек, его разум, его сердце, всё это есть, выражаясь богословским языком, это есть осуществлённые божественные энергии. То, что на языке библейском называется Слово. Кто читал Библию, открывал когда-нибудь, а вообще стоит почитать, если кто не читал, то там даже о творении мира как написано «И сказал Бог, и стало так». Слышите? «И сказал», то есть Слово. Человек, говорят, мыслит словами, а Бог мыслит делами. Так вот, «И сказал Бог», сказал, Слово же – это энергия. Правда же? Мы же все знаем, что Слово – это энергия. Слово можно убить человека, действительно убить. Слово можно воскресить человека, и правда так. Посмотрите, как находились мудрые люди, которые могли прийти к человеку, находящимся просто в отчаянии, и Словом своим буквально воскрешали его. Что? Слово – это энергия, это сила, и божественное Слово – это и есть энергия, оно осуществившись и дало весь этот мир, или, хотите, всё это бытие, которое мы познаём. Правда, мы всё познаём больше всего вокруг себя, но и человек как таковой является им. Вот сейчас, говорят, есть выставка в Питере, по-моему, вы подскажете, выставка работ Малевича. Вот, представляете, кто такой Малевич? Посмотрите на его вот такой портрет. Ой, как о многом он говорит! И что он писал? Настоящим и истинным произведением искусства является только то, которому нет ничего подобного в мире. Не случайно Бенуа, один из замечательных наших искусствоведов, да, сказал, этот чёрный квадрат Малевича – это есть не что иное, как вот та ужасная, разрушительная идея, которая в конечном счёте приведёт к погибели мира. Найдите, попробуйте в природе что-либо подобное этому чёрному квадрату в белой рамке никогда и во веки веков. Вверх совершенства. В чём же? Я сделал то, чего не сделал Бог. Недаром он сам о себе говорит – я Бог! Откровенно выразился. Вы слышите? Мы вот не придаём значения тем внутренним процессам, которые идут в духовном мире, в духовном мире. Нам просто смешно кажется, ну, скажу, я Бог, все будут хохотать, ну, скажут, или дурак, или с ума сошёл, или шутник такой уже. А здесь подумайте. Силой своей личности он выражал протест. Я вот сделаю того, чего ты Бог не сделал. И истинный прекрасный является только то, что я сделал, а не ты, Бог. Слышите, как здорово? И моська лает на слона. И это... Посмотрите, как он увеличивается, какие панигерические слова! А вы только послушайте, какие панигерики говорят в адрес этого чёрного квадрата. Вы только вдумайтесь в эти слова, которые произносятся. А полная пустота и бессодержательность, но они прямо сверкают. Недаром, говорят, не всё то золото, что блестит. Пустота! И этими пустыми словами пытаются показать, что да, это богоборчество, выраженное в чём? Там никакого Бога в чёрном квадрате нет. Ничего не сказано, что Бога нет. Вы слышите? Идея какая! Дух творит себе формы. И вот, в частности, этот Дух воплотился в чём? В этой, кажется, пустушке. Да? Для человека, не понимающего, а он-то сказал, вот оно, где истинное искусство. Ну, мы же не об этом с вами, правда же, собираемся говорить. Это просто так! Это что-нибудь, да, новенькое, что ли, или старенькое. Трудно даже и сказать, какое это на самом деле. Но ситуация-то, видите, как таковая. Не случайно всё происходит то, о чём мы говорим. Сейчас Дух современности – это действительно Дух очень-очень такого, я бы сказал, критического состояния. Критического состояния, когда, может быть, происходит, может быть, не последнее, может быть, предпоследнее. Или пред-пред. Вот тут ещё не хватает, так сказать, силы прозорливости. Но действительно идёт, идёт действительно сильнейшая борьба, именно борьба в области Духа, а не этих внешних, как кажется, форм. Эти формы только выражают состояние Духа. У Тютчева есть одна хорошая фраза, просто замечательная, которую, помню, когда я прочитал, так она уже легла просто на сердце, и так точно она выражает, если хотите, именно современность. Кажется, 21 век, а Тютчев-то при чём тут? Нет, он очень точно сказал, и это имеет прямое отношение к нашему времени, к нашему состоянию. А фраза его такая, поделюсь. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно отчаянно тоскует. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует, страдает или живает. Вы же, мы же все знаем, вот статистика вещь формальная, о каких страшных вещах говорит. Вы посмотрите, как в цивилизованном мире, я обращаю ваше внимание, в цивилизованном мире, и у нас в России как катастрофически увеличивается количество самоубийств. Это что-то такое, это какая-то эпидемия и просто. Но не только это происходит, не только это, а идёт ещё какая-то компания специальная, нарочитая, агитация, пропаганда самоубийств. Вы слышите даже, что творится. Это просто поразительная вещь. И человек отчаянно тоскует. Я помню, был просто поражён, когда впервые услышал где-то в Финляндии, как один епископ сказал, что сейчас на просвещенном, богатом, кажется, в Западе более половины людей страдает от уныния, от отчаяния, от потери смысла жизни, от незнания того, что делать. И, кажется, всё есть, а что дальше? А что дальше? Ну, есть всё, а что дальше? Невольно обращаешь внимание, в Лаврух там приезжают, ну, знаете, гостей со всего мира везут на колясках, на чём только. И вот, и в чём суть посещения? Вот я тут и поехали обратно. Посмотрели смысл жизни изумительно! Ну, ладно, дети, им всё интересно, они же только вошли в этот мир, взрослые, которые, кажется, получили образование, которые имеют опыт жизни и ездят, ездят, где бы найти что-нибудь успокоения своей души, а душа, что ищет, нигде покоя никак не найдёт. Куда бы ещё? Что бы увидеть? Слышите? Что бы увидеть по всему миру? Думаю, что если что-то я увижу, уже я найду. Нет покоя в душе! Эгумен Никон Воробьёв справедливо писал в одном из писем, если душа, если человек не найдёт покоя, в своей душе, в своём сердце, ни в каком месте земного шара он его не найдёт. Мы сталкиваемся здесь. Вот одна фраза, как великолепно показала, существование двух взаимоисключающих совершенно миров, двух взаимоисключающих мировоззрений, двух совершенно противоположных направлений жизни, противоположных стремлений, исканий, понимания даже самого смысла жизни. Один из этих смыслов жизни ищет, где этот смысл, где он, где этот зарыт, этот смысл, где вне меня. я его хочу получить, вне меня, его найти, к нему прилепиться, к нему обратиться. Вот этот, вот, всё, вокруг, что меня, смотрю, слышу, читаю. Кстати, чем больше мы видим, чем больше мы слышим, чем больше мы читаем, тем, знаете, наверное, скорее с ума сойдём. То, что показывает, то, о чём говорится, какие события происходят, только, Боже мой, что творится с миром? Он сходит с ума буквально! Это вы посмотрите! Действительно, буквально! Что происходит? И да подумайте! И это на основе, кажется, чего? Стремление человека, всю историю стремления к счастью! Что же оно есть? Один из древнейших философов древней Греции, которого называли философом тёмным. Тёмным! А почему? У него был настолько язык, язык делал не в сложности, а настолько он был метафорический подчас, и для простого мышления просто непонятный, поэтому говорили тёмный. Как и часто люди привыкли ну, мыслить прямо, малейший изгиб какой-нибудь, логический шаг – это уже, знаете, непостижимо. Ну, я просто что хочу сказать? Он жил в шестом столетии до нашей эры, и он в простой, очень в простом образе с какой иронией сказал, сказал о том, что такое счастье, и говорит, наверное, когда валы находят горох, то, наверное, они самые счастливые существа на свете. С таким, с каким, чувствуете, какой подспудный сарказм, когда он наблюдает окружающую жизнь и говорит, в чём видит счастье? Горох нашли! Всё! И больше им действительно ничего не надо. Всё! Предел счастья человек. Неужели? Неужели и для тебя горох есть уже счастье? Мы всё время стоим перед лицом вот двух, двух совершенно несовместимых миров между собой. Два мировоззрения, взаимоисключающие, одно из них ищут счастье, где? Истока счастья, где? Вне себя. Вы же понимаете, что такое счастье? Вам скажут – богатство. Правда, интересно. А слава? Ну, это вообще предел. Власть? Господи Боже мой! Дайте, о, дайте мне! Слышите? Вот один, один из миров, всё видит счастье именно вот в этих вот вещах. И хотя, кажется, опыт, хотя немного надо ума, чтобы понять, что это, какое это заблуждение, что, оказывается, по-прежнему это остаётся в сознании. Чем остаётся? Одним из великих искушений человеческой личности. Всё время, вот когда приходится говорить об этом, мне вспоминается Ария князя Юрия из замечательной оперы «Сказание о граде Китеже», где князь Юрий, это князь этого, можно, поёт, поёт «О, слава, богатства суетные, о, наше житьё маловременное, пройдут, пробегут часы малые и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червянно съедение, а кости земле на попрание». И последняя фраза, посмотрите, это могучий бас, это пробивает, пробивает эту яму оркестровую, это большой театр и могучий голос. «А слава, богатства куда пойдут?» Это в советское время, слышите? В советское время, когда единственным, истинным, научным, мировоззрением являлся атеизм, то есть вера в то, что человек, у тебя нет души, понятно? Нет для тебя вечности, понятно? Понятно тебе или нет? Вот. Тебя ожидает вечная смерть, человек! Понятно тебе? Ух, ура! Вот это мировоззрение! Вечная смерть ожидает тебя, человек! Что ещё лучше и придумать, даже и невозможно! Правда? О, научное мировоззрение! До какого ужаса можно дойти, радоваться тому, что вечная смерть тебя ожидает! И вдруг в это время на фоне этого, да, а слава, богатство куда пойдут? Замечательно! Это замечательно! Действительно, вот это один из миров, вся направленность на это. Причём эта направленность к этому подкупает чем? Действительно, теми необходимыми потребностями, которые у человека, конечно же, есть! И которые необходимы действительно эти потребности! Ему необходимо есть, пить, одеваться, иметь удовлетворение этой жизнью! В этой жизни необходимые вещи есть! Верно! И вот эта необходимость-то, которая действительно, действительно является таковой, вдруг, это, это проецируется в бесконечность и ставится единственной целью и единственным смыслом жизни и перед лицом чего неминуемого конца жизни. Добился! Помните, Борис Годунов поёт тоже в опере «Шестой уж год я царствую привольно, но счастья нет моей измученной душе!» Вот это одно и великое искушение, перед которым стоит каждый живущий человек. Не так просто осознать его, не так просто понять. И я скажу, великое благо, что есть христианство, которое призывает человека снять эти розовые очки, этот обман с того, что будто весь смысл жизни вот в этом, что у тебя через час отнимется. Сейчас ты жив, через минуту тебя нет. Неужели трудно это понять? И в этом смысл жизни, да? Слава Богу, что ещё есть христианство, которое призывает человека подумай о другом, о чём другом. Оно говорит, что не может быть счастья в том, что отнимется. Более того, это величайшее из несчастья, когда кажется, ты уже имеешь счастье, тебя берут, хватит, ваше время и стекло. Время и стекло! Как? У меня всё! Мне рассказывают, не знаю, насколько это верно или нет, что будто бы, ну уж не буду называть конкретно, не хочется, что будто бы действительно властители, которые обладали, ну, полнотой всего, но уже достигли, так? Как они умирали! Какими потоками ругательств они обливали врачей, которые не могли им помочь! Какой ужас! Какие страдания! Всё достигли! И что? И нужно оставить? Наше время с особой силой, мне кажется, ставит вот это, то, что можно назвать, искушение. Это действительно искушение, потому что это ложь, потому что это обман, это самообман, обман, который идёт совне, самообман, когда вдруг человек увлекается этим. Христианство показывает совсем другое и говорит человек, ты учти, ты не животное, твоя личность неуничтожима, ты бессмертен действительно. Кстати, уж сегодня бы, уж в наше-то время для каждого интересующегося человека открыто, кажется, просто большое количество литературы, причём бесспорных фактов, свидетельствующих о том, что посмертная жизнь есть, что личность не исчезает, не умирает, не разлагается. Она личность не тело. Тело является только некой формой, определённой формой, до некоторого времени сопряжённой с личностью, но личность сама по себе неуничтожима. Смерть тела совсем не означает уничтожение личности. Ещё раз говорю, сейчас такая масса, я бы сказал, достаточная литература, если не масса, достаточная. На фоне, конечно, пишут подчас такие фантазии, дикие вещи, глупые, но, мне кажется, это пишут люди или с целью дискредитировать саму идею посмертного существования личности, потому что, чем более глупее представите вы это, тем больше отрицаний будет. Это естественно. Или просто пытаются просто фантазировать и больше ничего. На самом деле, масса фактов, которые свидетельствуют о том, что душа – это реальность в человеке, реальность, а не что-нибудь, что душа, оказывается, может функционировать, скажу такое слово, извините, даже вне тела, и тем более она существует, когда тело вообще разлагается и исчезает. Это же факты, а не что-нибудь. Главный вопрос, перед которым стоит каждый разумный человек, если он совсем не дошёл до животного состояния. Вы обратите внимание, кстати, животное, оно же вверх не смотрит, голова всё время опущена сюда, только человек, чело его поднято, думает о смысле жизни. И этот смысл жизни у него образуется как реальность только перед выбором между двух, двух мировоззрений и двух миров. Слава Богу, что есть религия. Как только мы сказали слово религия, мы сказали слово Бог. Сказав слово Бог, мы сразу же поняли, что речь идёт уже не о чём-то изменяющемся вот этом мире, который вечно изменяется и приходит, как сказано в одном случае, приходит образ мира сего. То есть всё меняется, всё исчезает, всё исчезает постоянно. Нет ничего, за что можно уцепиться. Когда мы говорим слово Бог, мы говорим о чём-то вечно существующем. И вот здесь, здесь, человек должен подумать о том, кто это есть Бог, в каком отношении человек стоит к Богу, что значит, когда религия говорит о существовании души в человеке, что это значит вечность, бытия, которое открывается перед человеком. Что это такое? Разумный человек ну должен же узнать! Ну, слушайте, когда мы заблудились в лесу, и если есть возможность узнать, куда ведёт эта дорога и куда это, когда мы спрашиваем, вот, два человека и спрашиваем, мы же будем спрашивать, правда же? Захотим узнать! Потом смотрим даже на человека, почему он так говорит, можно ли ему поверить? И скажу вам удивительный факт! Удивительный факт! Психологический факт! Но с которым трудно не согласиться! Если один человек вам скажет, скажет, никуда не ходите, всё, вы зашли в такой тупик, это вас Сусанин завёл, нет выхода отсюда, так, всё, оставайтесь и, ну, как сможете, так и живите! Один человек! Второй говорит, нет! Нет! Есть выход! Есть дорога! Какая? А вот эдако и показывает! Вот такой-то путь, такие-то приметы! Что изберёт человек, заблудившийся? Ну, разве, разве непонятно что? Разве непонятно? Если всё, больше нет! Два! Один говорит, оставайся и не с места! Второй говорит, нет! Есть! Что изберёт человек? Я не знаю, правда, этого даже человека! Может, он врёт! Хотя и не похоже! Но он называет такие приметы, причём? Иди! Что изберёт человек, у которого искание, действительно, пути домой, то есть искание смысла жизни? Что изберёт? Неужели непонятно? Да что мне проку, когда вы говорите, что поживи, умрёшь и всё, и как скотина, тебя закопают! Или мне, когда обещают, действительно и говорят, что есть смысл жизни, есть вечность, есть переживания, есть причём какая ещё вечность? Когда мы говорим о христианстве, то оно же вообще говорит о таких вещах, которые в трепет буквально приводят, что не только есть существование посмертной души, но, оказывается, ожидает, и воскресение тела будет оно, правда? Будет уже не таким, который сейчас мы имеем. Это смертное, это умирающее, это немощное, это болезненное, это, в конце концов, обезображивающееся даже. Нет! Оно будет прекрасным и бессмертным! И это не сказка! Вы скажете, а почему не сказка? А потому, что та религия, которая говорит об этом, имеет все основания, достаточные основания, я бы сказал так, к тому, чтобы видеть, что здесь эта религия, религия имеет неестественное, то есть не выдуманные людьми, не придуманные фантазии, не образ философского осмысления и действительности, а имеет реальные основания для того, чтобы судить о ней, как религия, имеющая сверхъестественное происхождение. Я говорю о христианстве, имеющей все основания, но достаточные основания для того, чтобы действительно увидеть, что эта религия не созданная людьми, а действительно полученная. Полученная действительно от самого Бога. И поэтому я верю тому, о чём она говорит, даже о таких вещах, которые я сейчас проверить не могу. Я не могу сейчас проверить, что будет всеобщее воскресение. Но если эта религия истинно имеет основания, тогда я верю и этому. Вот что, оказывается, чрезвычайно важно. И что же говорит эта религия? Что она обещает человеку? К чему она призывает человека? Эта религия и говорит, что человек – это богоподобное существо. Но это богоподобие, оно не просто задано в человеке, оно и требует осуществления. Оно в семени только дано в человеку, как вот семечко какое-то даётся, семечко. Ну, где тут яблоня в семечке? Попробуйте рассмотреть его. И когда, если бы я никогда в жизни не видел, и что того, что из семечки может быть – это дерево, я бы сказал, что вы мне чушь говорите? Это семечко? И говорите – яблоки? Да что вы? И что, и яблоки будут? Да! Ну, знаете ли, кому-нибудь ребёнку расскажите мне эту сказку, а меня не проведёшь! Вот бы, какой я умный был бы! И сказал тому, кто мне показал это семечко, и вдруг нарисовал картину, какой из этих семечек можно как вырастить, какой чудный сад, в котором будут великолепные цветы, разные плоды и так далее. Скажу, знаете что? Что вы мне голову морочите? Вот, если бы я прилетел с другой какой-то планеты, где когда-нибудь такого не было. Ну, правда же? Ну, правда! Посмотрите на эти семена! Хм! И вы мне сад! Или другую картину! Я с другой планеты теперь прилетаю! Прилетаю зимой! Зима! Всё покрыто снегом! Мороз! Мне показывают, видите, видите, вот этот вот голый лес стоит! Я говорю, вижу, конечно, да, мороз всё! Вы знаете, знаете, всё это зазеленеет, зацветёт, заблагоухает, покроется таким покровом травы и цветов! Что бы я ему сказал? Вы это слышите? Вы помните уже? Поняли, что я сказал? Вы же прозорливые, правда же? Ну, знаете, что? Что вы мне говорите? Чушь такую! Это здесь, да? Что же я не вижу? Из этого мороза ледяного, когда всё должно... Тут уже погибло всё насмерть! Смерть тут! И вы мне говорите, тут будет такая жизнь! Чушь-то какая! Недаром очень многие действительно приводят, ну, эти примеры или подобные примеры, приводят, чтобы показать, что мы все стоим перед точно такой же реальностью, но уже человеческой жизнью как таковой! Смерть, зима – это вовсе не какая-то абсолютная точка существования нашего! Нет, никак нет! После зимы будет весна, будет расцвет! Вся задача только в том, чтобы к этому расцвету подготовиться надлежащим образом! Подготовиться надо к этому! И какое великое благо для человека, когда он верит в добро, верит в истину, верит в свет, верит в жизнь, а не в эту мертвичину! А не в мертвичину! Атеизм и есть мертвичина! Тебя ожидает вечная смерть! Понятно? Видишь, все умирают! И ты так же! И всё! Но если о тебе писали, ещё говорили, ну, какое-то время люди, может, поговорят о тебе, но тебе-то этого не будет! Ни жарко, ни холодно! Ну, как же это такое? А так? Когда ты спишь, тебе что? Ты что, радуешься, что тебя хвалят? Или страдаешь от того, что тебя ругают? Когда спишь? Ну, нет, ничего! Вот так и будет! Устраивает такой тебя смысл жизни? Да? Слышите, перед чем мы стоим? Христианство открывает перспективу жизни! И, что самое главное, что самое, может быть, важное, христианство даёт смысл этой моей жизни! Какое-то великое благо! Я начинаю тогда понимать, почему я живу и каким я должен быть и к чему я должен стремиться! К чему я знаю теперь, к чему я должен стремиться! Я должен стремиться вот к этой весне, к этому солнцу, к этому цветению прекрасному и благоуханию! Вот к чему я должен стремиться! Вот, оказывается, смысл жизни! И я начинаю искать, где, как это, как прийти к этому надлежащим образом, как не ошибиться мне, чтобы пойти по верной дороге, а не попасть в какое-нибудь болото вместо истинного наследия. Православие как раз является этим путём. Православие открывает человеку законы нашей жизни, не юридические законы, а законы человеческой жизни. Вот хочу просто с сожалением сказать, как жалко, что светская психология не изучает наследие тех, кого Церковь именует святыми отцами. Вы учтите, почему называют их святыми-то? Это же люди, которые на опыте, личном опыте жизни познали законы жизни. Они именно познали эти законы. Вы знаете, как мы всегда обращаемся к опытным людям за советом, которые прошли, что-то делали, это уже знают, мы к ним обращаемся. Здесь вопрос касается вечности, вечной жизни. Они прошли вот этим путём. Они познали эти законы, и как важно познакомиться с этим! Оказывается, они говорят, что Евангелие – это действительно вечная книга. Вечная книга. В каком смысле вечная? Не в том, что она вечно существует или будет там вечно существовать, а в том, что она открывает законы, вечные законы, зная которые, действительно, человек может идти верным и твёрдым путём. Насколько это необходимо человеку, это совершенно ясно. Особенно это необходимо, когда мы говорим о воспитании человека. Мы все говорим сейчас особенно о воспитании человека. И в то же время обратите внимание, что мы знаем о воспитании. И какая часто возникают у нас неразрешимые проблемы, когда вдруг начинают ребёнка растят и не думают о его воспитании, а просто его растят, одевают, обувают, кормят, шлёпают, если надоел. Не надоел? Ну, ладно, и хорошо. А воспитание? Нет. Что такое воспитание? А что это такое воспитание? Интересно. О чём идёт речь? Говорят так, что воспитание, самая суть воспитания заключается в том, чтобы приучить ребёнка, не заставить, а научить ребёнка бороться, ну, сначала скажу очень кратко и сильно, с самим собой. Научить бороться с самим собой. Что значит с самим собой? Что это означает? Научиться бороться с своими желаниями, своим, если хотите, своим упрямством, своими, если хотите, идеями, вот сейчас такими, которые ребёнок ещё ничего не понимает, но его говорят – ты подумай, посмотри, надо помочь. Видишь, идея эта абсурдная. Бороться с самим собой, вот если сказать кратко, вот что такое воспитание. А оно, конечно, имеет очень широкий круг различных задач. Это и умение вести себя, то есть даже культура поведения, умение вести себя за столом, умение, умение сдерживать себя за столом, не только вести себя, а сдерживать даже в этом плане. Вы подумайте, я вот всегда с восхищением вспоминаю. Конечно, не все согласятся со мной, когда я сказал слово «с восхищением», но когда мне ещё рассказывали, как было в деревне, как там вели себя за столом, как мне моя мама рассказывала о своей старшей сестре, как та за столом, вдруг чего-то засмеялась. Она тут же получила деревянной ложкой в лоб от отца, – это, во-первых. Во-вторых, ей было приказано выйти из-за стола. За столом было молчание! Это просто непредставимо! Молчание было за столом! Никто не смел разговаривать! Сказал, что за ужас! А вы только подумайте! Это же удивительный факт! Откуда это, и зачем, и почему? Об этом стоит подумать! Откуда это идёт? Сейчас из какой, я бы сказал, из какого глубинного понимания человеческого существа? Ведь происходило на самом деле за столом, что происходит? Великое дело! Великое дело! Дело питания человека! То есть, того, без чего человек жить не может! Делать ничего не может! Молиться не может! Ничего не может! Если тело не будет напитано! Происходит великое дело питания! И обратите внимание, что потом произошло! Это превратили в развлечение! Слышите? Такое серьёзное дело превратили в развлечение! Правда же, разница есть! Одно дело действительно человек Человек кушает пищу! Да! Он делает его способным! Другое дело – развлечение! Та-та-та-та-та-та-та! Музыка играет! Всё! И, между прочим, и человек в то же время кажется и ест, и ищет, если хотите, наслаждение, времяпровождение и так далее! До чего? Разные подходы! Кстати, в монастырях ну, если нет такой если не испорчено ничего, то в монастырях и до сих пор в наших монастырях за трапезой это называется трапеза полное молчание никаких разговоров и в это время единственное, что происходит – чтение! Кто-то, один из монахов в это время читает или читает жизнь какого-то святого жития или читает что-то из святотельских творений какие-то полезные полезные научения полезные вещи читает все сидят молча кстати, говорят это вот, кстати это вот нашим медикам это очень важно было бы заняться этим вопросом что именно в это время в молчании как раз наилучшим образом происходит усвоение пищи не тогда, когда он весь отвлекается развлекается во все стороны и когда он поглощает заглатывает знаете, как крокодил не думая так или когда-то напротив в полной тишине в спокойствии в неспешности он делает это великое дело причем призывается при этом если это возможно вот в монастырях например но дело-то в монастыре просто ну как пример на самом деле это все бы надо в это время даже в кушении пищи с молитвой совсем иное происходило бы питание тела совсем другое это производило бы действие на душу на психику на нервы которые у всех у нас боже мой развенчаны как расстроенные фортепиано здесь происходит слышите успокоение какое-то умиротворение происходит посмотрите как интересно а это идет из каких корней религиозных мир этого не знает посмотрите как греки пировали римляне боже ты мой что там творится да и наши предки тоже славяне были пиры христианство вдруг показало это неверно что вы так делаете это неправильно правильно вот как если вы хотите вы же хотите быть здоровыми правда вы хотите чтобы ваша пища была максимально рационально воспринята вот как оказывается правильно очень интересный момент очень интересный а это один я бы сказал один из воспитательных моментов мы говорим о воспитании ведь питание это является наиболее близким нам человеческому существу наиболее близко то с чем мы постоянно соприкасаемся и здесь поэтому здесь это если хотите один из первейших элементов на которые следует обратить внимание когда мы говорим о воспитании совершенно естественно что здесь происходит и что элемент какого борьбы с собой мы еще бы особенно детям как им хочется во все стороны и действительно приучаются смотришь ребенок бегает хватает со стола опять побежал туда побежал сюда схватил тут да никакой дисциплины пищи нет захотел хлопнул холодильником что хочет хватает слушайте вы слышите что такое вы слышите какой хаос какой хаос в душе человеческой в его поведении это воспитание я не знаю каким словом это назвать противоположность воспитания развитания не знаю как придумайте я думаю что словесники что-нибудь придумают какое-нибудь слово но дело-то то есть точно наоборот хуже нет этого когда каждый хватает хватает ест как попало там-там-там идет по улице все что угодно никакой вы слышите дисциплины духа уже нет дисциплины жизни уже нет нет этого нет все развинчивается вы слышите попробуйте развинтить машину и на ней поехать и тогда узнаем что это такое здесь с детства развинчиваем человека мы говорили о двух мирах как важно насколько это можно раньше это каждый родители видят как важно уже с детства заложить правильное понимание в человеке смысла жизни мы как-то забыли о своем детстве и это очень печально что мы забыли очень печально дети дети гораздо умнее чем это мы вот сейчас смотрим ой какой дурачок и тут же хвастается он у меня такой умный что вы и так не поймешь дурачок или умный в полном недоумении в общем так как это мамаша или папаша как это хочется в данном случае когда хочется чтобы не понимал он дурачок не понимает и наоборот очень важно уже с детства заложить вот эти мировоззренческие основы это в высшей степени важно уже чтобы человек уже понимал о том зачем зачем он учится его учат тому другому третьему почему нужна определенная дисциплина жизни почему нужно вот такое-то поведение самое страшное я говорю и почему мы не можем воспитать ребенок не понимает зачем это почему он уже вот так сидеть за столом с какой стати почему я должен себя вести вот так почему у него естественный процесс и мы вместо того чтобы это ребенку с трудом с терпением конечно потому что ребенок есть ребенок но пообъяснять вводить его если хотите в курс мировоззрения не просто говорить что боженька там есть как это иногда делают не просто заставляют ходить в церковь и держат его стой зачем бедный не знает что делать отстой попробуй там два часа а то три часа для него пытка настоящая надо же объяснять и суметь объяснить чтобы он понял да зачем и почему что это такое церковь что такое молиться что такое молиться мы говорим ребенку что молись это такое помахать рукой да и часто именно к этому только и приучают а именно помолиться человека и не научают воспитание без этого христианское я говорю воспитание невозможно и скажу более того что когда мы говорим христианское воспитание то я скажу только об одном что христианство дает еще еще целый ряд таких вещей которых вне христианства нет и поэтому христианство является более эффективным способом воспитания человека нежели вне христианства потому что христианство вот это вот нельзя или не стоит делать то что напротив вне христианства Ну, конечно, ты делай! Возьмите сейчас до чего? Докатились, что называется, до идеи лидерства. Это только одно слово можно сказать – докатились. Кто такой лидер? Он первый! Он стоит над всеми! Все прочие не лидеры! Все прочие находятся в униженном каком-то состоянии! Почему-то лидерство воспитывают! Это говорят об этом родители! Это говорят подчас сами учителя тоже! Воспитываем лидера! Да разве можно? А христианство что говорит? Ты должен со всеми быть ровным! Никогда не думать о себе больше, чем о других, что я выше и лучше других! Ко всем относиться не только ровно, а с полным дружелюбием и даже более, чем дружелюбием! Даже, если хочешь, его считай даже лучшим, чем ты! А если видишь, что в чём-то помогай ему, то есть воспитывать не лидера надо, а друга воспитывать надо! Любовь надо воспитывать, а не гордыню! Вот о чём говорит христианство! И в наше время, я вам скажу, вот этот момент, он приобретает исключительно важное значение! Потому что сейчас, увы, только и слышим о лидерах! Лидеры, молодёжный лидер и прочие лидеры, на этот лидер ходят, как гусь лапчатый! Не лидеров мы должны воспитывать, а друзей! Каких друзей? Готовы душу свою положить за людей, за своих друзей! Не над ними стоять, а любить их! Послышите, к чему христианство призывает? Какие противоположные тенденции даже в самом направлении воспитания человека? Если бы мы обратили на это внимание, то мы бы очень скоро увидели, что, оказывается, целый ряд вещей, которые связаны с христианскими вот этими импульсами воспитания, невозможно осуществить, поскольку они не осуществлены в нас, в родителях. Самые первые и главные, когда касается воспитания, самый главный вопрос – это воспитание самих себя. Как можем мы воспитать ребёнка, когда то и дело срываем на него наши нервы? Как можем мы воспитать ребёнка в добре, когда при ребёнке, при ребёнке, какие только мы говорим вещи, какие оскорбительные, какие ядовитые, какие лукавые речи подчас мы ведём о других людях при ребёнке? То есть мы ведём прям по час бесовских образ жизни и хотим, чтобы наши дети были ангелами. Неужели не понимаем этого? Воспитание детей должно происходить совместно с самовоспитанием. Без обращения к себе самому, без сдерживания своих, этих подчас неупорядоченных совершенно, диких совершенно страстей, никогда мы никого не воспитаем, только словами мы всего не добьёмся. Пример – самое сильное оружие воспитания. Но, конечно, тут требуется и правильное слово, верно, и правильное поведение, верно, но без самовоспитания этого добиться невозможно. – Ну, хорошо! Это я просто так сделал вступление в надежде на то, что теперь мы можем с вами всё поговорить, потому что отец Алексей вдруг сказал о каком-то воспитании. Я, правда, не понимаю, что это такое. Поэтому я ограничивался только общими, сами общими словами. Но, может быть, ваши конкретные, может быть, замечания, вопросы, предложения и идеи. Может быть, они помогут нам с вами как-то более полно осветить некоторые вопросы нашей жизни. И, наверное, вопрос не только касается воспитания. Правда же? Мы-то воспитаны, слава тебе, Господи! Мы не такие, как прочие люди! Нам говорить об этом и нечего, кажется. Это отец Алексей, он ничего не понимает, затеял эту тему. Да, вот так. Но мы можем поговорить о других вещах, о других, о чём-то интересненьком, об апокалипси, например, об антихристе, о шестёрках, о чипах, об Украине, ну и вообще, ну о чём-нибудь! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало! Правда же! Лишь было бы нам интересно провести ещё какие-то мгновения нашей жизни, чтобы потом забыть их! Но хорошо! Вот вещи не могу я без язвы! Вот, ну что будешь делать? Это искушение сущее просто! Ну, что делать? Но, если есть какие-то вопросы, то это правда уже, я говорю! Если есть вопросы, то правда! Можете их поставить, поставить... Можете записочки, если есть, вот, можете передавать их сюда, записочки. Можно устно, тоже можно! В общем, открыты все пути к нашему разговору! Да, у нас царство свободы! Свободы – слово! Неслыханное и невиданное царство! Вот, поэтому, пожалуйста! – Мы также объяснили ребёнку, зачем тихо сидеть за столом? – А, зачем тихо сидеть за столом, да? – Да! – Слово да! – Ну, да! Ну, здесь объяснения могут быть очень разными! Во-первых, первое объяснение – что всегда нужно заниматься одним делом, а не десятью! И когда ты читаешь, вот берёшь книжку и начинаешь читать, что если ты при этом будешь сразу пять книжек, то ты ни одной не поймёшь! Тот, кто погнался за двумя зайцами, ни одного не поймает! Так? Так вот и здесь тоже! Сейчас давай покушаем! Спокойно в себя покушаем! Потом поговорим! Потом пошутим! Потом послушаем! Посмеёмся! Это первое вот объяснение! Это самое первое! Во-вторых, надо сказать, поверь, что, оказывается, говорят уже те, которые понимают, и тётеньки, и дяденьки, все понимают, что, оказывается, есть лучшее! Это полезнее! Если он не понимает слово «полезнее», скажите «пользительнее!» Есть в тишине, в молчании, нежели когда болтаешь! Но потом есть чисто практический момент! Тот, кто болтает во время еды, он может, знаете, как так, заклепнуться, или что-нибудь такое случится! Вот! Даже и это может быть! Слушайте, объяснений очень много! Но если вы ещё хотите уже чего-нибудь придумать такое, не придумать, объяснение даже и религиозное, какое-нибудь сказать, то надо сказать! Надо сказать об этом! Что, смотря какой возраст, понимаете, тут от возраста как много зависит! Очень много зависит от возраста! То сказать, что вот и сам Бог говорит, что нехорошо болтать во время еды! Знаете, вот такой случай, я сейчас вспомнил, вы меня спросили, есть такие, были такие у нас философы, очень известные крупные философы, князья Трубецкие, и вот они где-то в воспоминаниях рассказывают, у них была сестрица Машенька, которые, когда они сидели за столом, там обедали, она очень любила, она была в очень большом возрасте, ползать под столом, и ее сущим наслаждением было собирать крошки под столом и, естественно, класть в рот! Мама ей все время запрещала, но Машенька продолжала это делать! И вот они рассказывают один эпизод, такой комичный, очень интересный эпизод! Однажды тоже Машенька забралась под стол и занялась своим делом! Мама ей говорит, Машенька, нельзя этого делать! Почему? Почему нельзя? Машенька, Боженька увидит! Наступило, как он пишет, гробовое молчание! Затем из-под стола наконец прозвучал голос, Мама, ты пельвельни, Боженька! Чтоб она не видела! Чтоб Божечка не видела! Замечательно! Кстати, кстати, да чего замечательно! Как хорошо! Если нет Боженьки, можно все делать! Одна из причин атеизма! Тогда все! Я свободен наконец-то! Слава тебе, Господи, что Бога нет! Могу жить себе свободно! Слышите? Одна из причин! Здесь это очень серьезных причин! Мама, пельвельни, Боженьку! Правда, здорово! Ну, вот так! Так что, верите, и надо подумать, может быть, даже еще что-то можно найти, видите, я спонтанно сразу отвечаю, да, если подумать, то, наверное, можно еще найти еще десяток, по крайней мере, причин, да. Да, пожалуйста! А если есть и молитва перед едой, есть, еще много детей есть, есть даже лекции по, во время еды, в моем доме, там же, для весны. Но дети все равно толкаются, дети все равно, есть даже ложка, но она, крайне, это используется, говорит, девятый, она лежит, вот, вот дети все равно проливают, толкаются, не говоришь, молчать, но они все равно шумят, и очень трудно, знаете, как крепление, очень хочется верить, хочется стремиться, поэтому, человечество слабое, и он сейчас... А вот, я не понял, вы что, во время еды заводите что-то, что-то? Да, чтобы, чтобы, вот те самые, что я, там, святые, что-то, и Тараса Мазель. Может быть, и я не настаиваю, может быть, вы здесь ошибаетесь, не надо создавать этого фона. Читает в монастырях, взрослым людям, а с детьми, я думаю, любое отвлечение, будете ли музыку заводить, или тем более читать какие-то книжки тут по монетофону, нет, это нет, нет, они же говорили, что книжка, а почему мне нельзя? Психология детская совсем другая, здесь лучше нет. Сейчас вот посидеть, сколько там, 15 минут, там, пока идите, всё, чтобы была тишина. Мы пытались сидеть в молчании, пытались, мы говорили не просто о том, что детских книжек, там, азиевских, святых, рассказывать для детей, но всё равно дети, там, кальция, дети проливают, что-то здесь, пихать, пытаются, не говорили, и отсюда ни мира у них нет, ни у нас вот того, за обедом у меня творения, которое вот есть, например, в Старине, выкладывание всех семей, и недопустимые собой, и детьми, в конце концов соцсражения, бывает даже немножко, ну, я вас понял, скажу только одно, дуги гнут с терпением, а не вдруг. Я понимаю, особую трудность для нашего времени, если эти дети, может быть, иногда где-то едят, совсем в других, не дома, а где-то, а там всё позволено, и поэтому для них, это насыпает то, что вы требуете, это что-то такое, что для них иное, и поэтому у вас действительно возникают особые трудности. Ну, не переживайте, ну, постарайте, насколько можно, ведь КПД, как вы знаете, никогда сто процентов не бывает. Вот так. Так что не беспокойтесь, это, и старайтесь сделать то, что можете, и всё. Ничего страшного. К первой части рассказа Алексея Ильича, если наши правители, люди, которые стремятся к ежедневным благам, они много добиваются славы, они стремятся к этому, и всё это, они стремятся, чтобы получить счастье, как вы говорите, да? Они знакомы, я думаю, что и с вашими лекциями, с младшим, там, христианство, но они же понимают, вернее, не понимают, они знают, что в будущем есть ад и рай. Они хотят быть счастливыми. Почему же они тогда вот стремятся к счастью, а если они знают, что будет потом не счастье, вот как вы говорите, они же тоже знают, что кто-то умирает в страдании. Во веки веков невозможно ответить на ваш вопрос, потому что я не знаю, насколько они знают. Я помню, кто такой Ельцин, помните, был? И вдруг стоит со свечкой. Уж что он там знает и понимает? Да я думаю, ничего! И стоит со свечкой. И вы что скажете, он знает о каком-то рае и аде? Господи! Ну, что вы! Я думаю, что очень многие наши правители, очень многие, сейчас просто вот такое. Вдруг, это по неизвестным нам причинам, это тайна какая-то, тайна неисповедимая, вдруг атеистическое направление раз и перевернулось и сказали, да здравствует религия! И сразу все начали стоять со свечками. Ну, что вы! То же самое было в Византии, то гнали 300 лет христианства, потом вдруг Константин Великий объявил христианство, религией, закона, и сам объявил христианство. И все чиновники тут же ринулись, все они тут же стали христианами. Это обыкновенная история. А вы говорите, что они знают, что они стремятся к этому. Ой, я не знаю их души! И вы тоже! И поэтому ответить на этот вопрос абсолютно невозможно! Невозможно! Что они знают и знают ли? Если слышали, то верят ли? Трудно сказать. Чужая душа потёмки! Я читаю Ивана Ильина, значит, он пишет о воспитании ребенка, я возвращаюсь к воспитанию, что родители должны быть ангелом-хранителем, ангелом-хранителем, школьного возраста, родители, своему ребенку, то есть защищать от всего. Затем они должны ему объяснить ситуацию, что во внешнем мире существуют отношения волков, то есть очень много в мире искушений. Как душу ребенка сохранить, как ему объяснить, что выйдя за порог своего дома, своего гнездушка, он столкнется с такими причинами, чтобы у ребенка не было уныния и депрессии. Не знаю, что вы! Такой вопрос! Кто, какой ребенок? Какие родители? Что знают родители? Как они себя ведут? Ведь самое ужасное, вы знаете, когда родители говорят одно, а делают при нем другое. Как рассказывал один мальчик, бабушка, а бабушка, что внучек? Вот мама уже мне сказала, уже много раз говорил, последний раз тебе говорю, бабушка, а когда это последний раз будет? Слышите, этот вопрос же невозможно ответить, что нет никакой формулы, никакого рецепта. Нужно делать в соответствии с своими знаниями, с своими возможностями. Может быть, спрашивая подчас у кого-то советы, если знаете какого-то разумного человека. А так ответить в общей форме – это невозможно. Все дети разные и находятся в разных условиях. Алексей Ильич, можно ли родителям как-то приявить детям, подросткам интерес к богослужению, если дети сами в выходной хотят только отдыхать или пустить всё на самотёк, надеяться на проявление желания ходить в церковь в будущем? Вы знаете, немножечко вопрос поставлен неверно. Невозможно привить интерес к богослужению, не привив чувство и умение молиться. Если человек не молится, то для него богослужение будет чем? Каторгой, наказанием. Так же, как и взрослые. Ну, хорошо, мы-то ещё можем, пришли и стоим, но мы же хоть что, мечтаем, вспоминаем там, смотрим, осуждаем. И так у нас хоть есть развлечение, правда? Вот, а дети? Надо приучать не к богослужению, а надо научать, и это действительно научать, а не просто молиться. Вот о чём надо – научить молиться. А тогда, если у него появится вдруг вкус к молитве, он и потянется и к богослужению, он тогда и даже с удовольствием пойдёт на богослужение, он увидит, что в храме-то, оказывается, это лучше, лучше, чем где-нибудь молиться. Слышите? Вот с чего надо начинать-то! Научить молиться! А чтобы научить молиться, нужно научиться молиться! То есть учить себя молиться! Вы знаете, вот самая большая беда у христиан, что они не учатся молиться. Все считают, что просто молиться – и всё! Какое великое заблуждение! Так это считают те, которые просто не молятся и не думают о молитве. А если молятся, то только тогда, когда что-нибудь случилось, гром грянет, ну, тогда мужик начинает креститься. Молитве надо учиться! Вы слышите? Так же, как на любом музыкальном инструменте надо учиться! Как любому языку надо учиться! Как любой науке надо учиться! Посмотрите в институтах, бедные студенты, что делается, что такое учиться! А молиться мы вдруг совершенно спокойно помолить! Да? Какое заблуждение! Оказывается, надо учиться молитве! И родителям – это прежде всего, чтобы научить детей! А вот как научиться молиться? Советуют! Я просто передаю советы! Мне-то не надо молиться уже! Я уже профессор, мне уже спасение обеспечено! А вот вам, многим, может, не всем, но, может быть, нужно, по крайней мере. Вот так советуют! Первое положение, которое очень важно. Оказывается, что называется молитвой? Молитва называется только та, которая совершается, во-первых, с вниманием. То есть, когда я полностью понимаю, что я говорю с полным вниманием. Второе, когда в ней присутствует, естественно, благовение, я же перед Богом стою, а не перед какой-то силой безликой, которую произношу просто какие-то молитвы, пусть и внимательно, но просто так произношу. Нет! Благовение! Я стою перед Богом! И, наконец, третье, что действительно нам необходимо, хоть мы и очень хороши, но всё-таки покаяние нужно. Третий элемент с покаянием. Вот, что называется молитвой. Если нет этих элементов, то надо знать, что я не вовсе не молюсь, я или занимаюсь болтовнёй, то есть, ну, какой болтовнёй, я произношу, слова-то молитвы, я произношу, конечно, но это вовсе не молитва. Если я при этом не обращаюсь к Богу, то есть, с благовением, это не молитва, а оскорбление уже. Если у меня нет покаяния, так тогда, голубчик, а о чём же ты молишься? Я сидя и в чём даже и каяться. Тогда и молиться не надо! Вы слышите? Первое! Вот это надо знать, что такое молитва. Почему это так важно? Скажу, потому что, потому что, к сожалению, молитвы называют подчас такие вещи, что диву даёшься! Скажется, вычитывание молитв! Вы слышите? Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ой, как здорово! А ещё и студенты могут соревноваться ещё! Вот, а я тебе на целую минуту, я быстрее прочитал молитвы, чем ты! Посоревнуешься в скорости! Вы слышите, молитву можно без всякого внимания совершать это просто, знаете, автоматически! Так, а попугай повторяет! Не даром, когда преподобному... Преподобному... Так... Схиархимандрит Серафим... Серафим... Как его? Романцов, да! Вот! Серафиму Романцову, когда пришёл один монах и сказал, что я имею непрестанную молитву, помните, что он ему ответил? Что ответил ему, монаху, нет у тебя никакой молитвы! Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к руганье! Здорово! Вот это да! Я-то думал, что я молюсь, а оказывается... Знаете, как рабочий люд? У них через слово, через два всегда словечко вылетает! Прям такие молитвенники, что просто диву даёшься! Слышите, вот это первое необходимо, что понять! Первое! Вот, вы знаете, вот это я говорю... Скажите, о чём говорю? Это настолько важное дело, что просто невозможно! Забыли совершенно о том, что такое молитва! Я уже смеюсь и говорю, профессора только присутствуют за богослужением, батюшки только совершают богослужение, народ только мечтает за богослужением, а святые угоднички молятся! Красота-то какая! Никто не молится! Это прям беда! Беда! Верующие люди! И... Это первое! Второе! Важное примечание! Потом, так сказать, главной части перейдем! Второе! Ищут в молитве чего? Торжественности! Восторгов! Особых переживаний! Сейчас я был в одном монастыре женском, и вот там идёт богослужение, литургия, и паникодилы, такое огромное, круглое, со свечами! И вдруг началась херувимская, и вдруг смотрю, начали вращать это паникодило со свечами! Народ весь, конечно, ну, естественно, как же! Что-то такое задвигалось, вращается, всё, и всю херувимскую просмотрели! Слава тебе, Господи! Хоть нашлось чем заняться! Я потом спрашиваю одну монахиню, говорю, а что это у вас такое? Она говорит, это в самый торжественный момент литургия для торжественности! Я говорю, ну, это же люди отвлекаются же! Отвлекаются же! Вместо того, чтобы слушать там Господи помилуй, они же отвлекаются! На это мне сказали, это просто первый раз, потому что! Я говорю, а что? А второй раз уже, что тогда? Не смотрят, не видят, или не молятся, что? Ну, в общем, дискуссия в дальнейшем была невозможна, потому что они увидели этот мерянин даже не имеет бороды! Вместо у него, там креста у него галстук! Ну, ничего не понимает человек! Не понимает, что торжественность нужна! А он придумал с какой-то молитвой ещё тут! Слышите, многие в молитвах ищут что? Утешений, восторгов, торжественности какое глубокое глубокое заблуждение! Неужели нам не очень покаяться? Неужели мы непрерывно непрерывно не так поступаем и к людям относимся не так, и к делам неправильно? А уж что у нас в мыслях-то творится? Господи, прости меня, опять я осудил! Надо же... Вот о чём идёт речь-то! Опять позавидовал! Опять почеславился! Никто этого даже и не видит! А я-то знаю! Вот, оказывается, есть о чём молиться! Вот это второе примечание! В молитве надо искать ни состояний покаяний душевных, ни лирики, ни умилений надо искать! А в молитве должно быть самое трезвое, разумное покаяние! Покаяние! Ну, а теперь главная часть! Это два примечания, совершенно необходимые! Очень важные, я скажу! Потому что действительно действительно не понимают, что такое молитва! Действительно не того ищут, чего нужно в молитве! Я передаю то, что говорят опытнейшие люди, святые люди! Ну, а главная часть в чём состоит? Как же научиться теперь молитве? Какой? Вот такой! Вот такой! О чём мы сказали! Как научиться? Утверждают! Утверждают! Учиться надо самых маленьких молитв! Потому что ещё маленькую молитву мы можем в маленькой сохранить внимание! Чуть-чуть побольше – всё, как корова на льду! Тут же внимание улетает! И вот они завещают, святые отцы, что самой лучшей, краткой, очень действенной молитвой, которую можно совершать причём в любое время! Это молитва Иисусова, которая звучит очень просто! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Она есть и побольше! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, допустим! Но можно самую краткую даже! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Успел сказать! Надо же! Не улетело внимание! Вот это здорово! Раз, сказал! А ну-ка, два! Надо к этой... Через эту молитву мы можем приучать свой совершенно уже слабый ум к молитве! И в этом как приучать? Нужно именно приучать! Знаете, как садится человек за фортепиано бедный, и вот как ребёнка приучает, сиди, будешь... Давай, ищи, где тут си бемоль, да и до диез, да не ошибись! И сидит бедный, не хочется учиться! Так и с молитвой то же самое! Вот краткая молитва! Хорошо! Прочти пять! Сделай пять молитв! С вниманием, благоговением и покаянием! Не ища никаких возвышенных эмоций! Пять! Ой, ну чего ж трудно пять! На третий я уже уехал! Ну, давай тогда ещё раз! Вот так тренируясь! Слышите? Не удивляйтесь этому слову, что я говорю тренируюсь! Аскетика от греческого слова аскео, то есть тренируюсь! Тренируюсь! Упражняюсь! Вот так нужно упражняться, чтобы научиться молиться! Слышите? И другие молитвы, когда вот совершать богослужение, подчас мы многое не поймём, что там читается или поётся! Благоприятное время в храме! Учись молиться! Прямо вот по пальцам! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! С вниманием! Слышите? Пять! Десять! Ну, на больше уже не хватит совершенно этого! Слышите? И опять понуждать! Маленькую паузу! Опять то же самое! И вот это! Опять! Опять! Опять приучать себя! Эта молитва ещё хороша тем, что её можно совершать в храме, можно дома, можно на улице, можно на работе, можно сидя где угодно, можно сидя, можно лёжа, можно идучи. Всегда можно! И так надо учиться молиться! Тогда, совершенно учившись, хоть немножко, или научаясь хоть немножко это, мы, может быть, сможем прочитать и молитву Богородицы Дио Радуйся, может быть, со вниманием, может быть, даже потом. И Отче наш! Это вообще уже вверх совершенства! Да, прочитать Отче наш, может быть, с вниманием, обратите внимание, что мы всё без внимания делаем, простите, как мартышки повторяем, а молиться – не молимся! И если мы не будем приучать учиться молиться сами, и не будем учить молиться, и ребёнка, вот так же объясняя ему, вот, никогда его на богослужение не повлечёт! То есть, его повлечёт только что, пока ему будет интересно! Интересно! Вот это пока что-то интересное! там свечки, что-то, или в алтарь, что-то, ну, пока развлечение есть! Слышите? Не для молитвы, а для развлечения! Как только развлечение упало, ему уже неинтересно! и так надо учиться молиться, и так надо учиться молиться! И так надо учить молиться! Тогда он сможет идти на богослужение! Тогда сам пойдёт на богослужение! Ибо все говорят, ибо все говорят, кто учился молиться, говорят, что довольно скоро в сердце затрагивается человеческое! В сердце человеческом наступают ощущения, если хотите, Бога! наступает мир душевный, радость появляется, влечение к молитве появляется! А если появилось влечение к молитве, да раз и меня надо заставлять идти в храм? Сам побегу! Ребёнок побежит! Говорит, мама, идём! Ты что, сидишь дома? Слышите? А не так, как вы задаёте, чтобы сделать, чтобы человек не убегал от богослужения! Потому и убегают! Что они не научены молиться! А не научены кем? Не научены минами! Так и идёт деградация! Кажется, по форме православные, а по своей сути, не знаю, пустышки! Вот так! Извините, что я так говорю! Алексей Ильич, как объяснить подростку необходимость воздержания до брака? Ну, вы знаете, это, конечно, вопрос такой очень серьёзный, но ему можно это объяснить Конечно, с религиозной точки зрения это объяснить-то проще, с христианской точки зрения. А вот без христианства немножко посложнее. Но есть всё-таки ряд таких положений, которые, возможно, помогут, если это человек, так сказать, разумно будет воспринимать. Дело вот в чём, что есть некий общий принцип, скажем так, закон нашей души, что ли, человеческой. Человек, который стремится просто к наслаждениям, стремится к наслаждениям, неважно каким, он становится всё большим эгоистом. А эгоисту – ой, как трудно жить в будущем! Это первое положение. Об этом очень хорошо ещё говорил даже, знаете ли, даже философы говорили, вот Кант, например, говорил, чем больше просвёщённый разум стремится к насаждению и счастьем, тем меньше человек получает удовлетворение в своей жизни. Марк Подвижник, преподобный, но это уже религиозное, ну, всё-таки это скажу, ну, просто сказать, мудрец, один из древних мудрецов пятого столетия писал, например, так, всякое всякое наслаждение незаконное, он говорит, незаконное наслаждение в конце концов приносит человеку стократное страдание. Таков закон, оказывается, человеческой психологии. Вот я не знаю, психология его изучает, такие вещи или нет? Боюсь, что нет! Даже там и не знают такого закона! А этот закон – один из серьёзнейших законов человеческой жизни. Оказывается, ещё раз повторяю, всякое незаконное наслаждение так оборачивается стократными, как он говорит, болезнованиями, то есть страданиями. Я думаю, что это стоит иметь в виду и предупредить человека, и не скажет, а почему и как? А посмотри! Надо же посмотреть, что творится вокруг. Можно привести тысячи фактов. Наконец, третье положение! Третье! Тот человек, который вступает вот в такие связи, до! Причём, причём он вступает, это ещё когда хорошо, так сказать, это единый избранник и избранница. Это, так сказать, ещё полбеды. Очень легко, оказывается, вот это добрачное отношение переходит в форму многосторонних отношений. И тогда с человеком происходит ещё худшая беда. что такое каждое, каждое, так сказать, соединение, вот такое, ну, скажем, брачное или, так сказать, внебрачное соединение, что оно означает? Оно означает создание одного целостного существа. Это интересный момент, который очень важен, затравить антологию человека. Слышите? Антологию, то есть самую суть. Оказывают эти отношения половые, делают одно существо из двух. Понятно? Понятно. Так, что из этого следует? Представьте себе, когда вдруг человек становится на путь много общения, каждый раз разрывается, разрывается эта связь. Вот, тех, которые стали два едиными, вот, пришили руку, соединили, и потом вновь ломают, и вновь ломают, и вновь ломают. Почему это всё время так прелюбодеяние? Всю, всю древность, это же поразительные вещи, всюду рассматривается, как один из техчайших грехов. Что такое грехов? Хочу объяснить. Грех – это та рана, которую наносит человек сам себе. Слышите? Слышите? О Боге даже слова нет. Вы слышите, что я сказал? Я ничего не сказал о Боге. Я сказал, грех – это та рана, которую человек себе наносит. А Бог? Бог? Бог тебе только сказал, предупредил, не делай этого, человек, по любви своей открыл, не делай этого, если не хочешь себе страданий. Итак, вот эти внебрачные связи, они оказываются ничем иным, как разрывом по живому телу, который приводит к самым тяжёлым, я бы сказал, аномалиям, душевным, а затем и в самой жизни, такой даже практической. Все эти люди, они фактически много страдают. Это страдания внутреннего порядка. Они стараются, они становятся эгоистами. Это факт бесспорный. Ещё один пункт, ещё один пункт. Брак таких людей всегда является, является уже не тем, не тем счастливым моментом жизни, о котором мечтают, молодые, идут, которым торжественно готовятся. Нет! Это становятся будними. И эти будни очень скоро в очередной раз надоедают. Эти люди совершенно легко разводятся, брак распадается, семьи нарушаются, дети страдают. Почему? Потому что здесь у человека уже иссякает самое главное свойство человеческой души. Вот у такого человека самое главное свойство человеческой души какое? Любовь! Теряется просто вообще чувство любви. Жаловались некоторые артистки, хочу любить, не могу. Нет любви. Есть такой интерес, есть влечение, а любви нет. Вспоминает когда-то юную молодость, когда была такая любовь, о, Боже мой, какое счастье, а тут никакого счастья. Так, никакого. Исекает любовь. Ещё один закон духовной жизни, что, оказывается, вот такая беззаконная жизнь уничтожает в человеческом сердце чувство, возможность любить. Вот такие, может быть, вещи. Ну, вы слышите, это что-то мы говорим сейчас, видите, как мы говорим, как серьёзно мы говорим, как требуется разумного отношения, способен ли этот молоденький или эта молоденькая понять это, чем это грозит. Нельзя спичку к стогу сена подносить, зажжённую спичку. Вот об этом, пожалуй, стоит, стоит говорить, насколько это возможно и насколько способен этот подросток принять подобного рода мысли. Если Господь заповедал все прощать ближнему, является ли супружеская измена исключением? Когда изменивший супруг уходит, всё более или менее понятно. А если нет, кается, возможен ли в этом случае развод? Но если кается, то уже зависит там от другой стороны. Как она принимает, другая сторона это покаяние или не принимает? По церковному, если вы хотите, правилам, то так. Эта сторона уже имеет право развестись. И это не является грехом. Если одна изменила сторона, то другая может, имеет право по правилам церковным развестись. Но может, но совсем не означает, что должна. Другая сторона, может, конечно, простить. Может брак вновь восстановиться, конечно. И дай Бог, чтобы это могло произойти. Восстановился союз этот. Если я понял правильно только вопрос, вот так только, конечно, если возможно, надо простить. И надо потом понимать, что, в общем, кто-то изменяет внешне, то есть, прям физически, а сколько изменяет внутри? Он, Христос, что говорит? Какую вещь-то сказал? Если кто посмотрел, ну, вот речь о мужчина, говорит, ну, учтите, женщина, и вы то же самое. Учтите, а то подумаешь, что все одни мужчины виноваты. Нет, я переведу. Если какая женщина посмотрит на мужчину с вожделением, то она уже прелюбодействовала в сердце своем. Ну, как вам нравится такой евангельский перевод? Ну, в конце концов, я же должен защищать мужчин, правда же? А то все на бедных мужчин. Вот так. Видите, оказывается, суть-то в чем? Грех-то совершается. Самый грех внутри, а наружу – это уже, так сказать, практическое осуществление, которое иногда может, иногда не может, а грех-то совершён. Так что, я к чему это говорю? Что мы осуждаем подчас очень сильно тех, у кого именно совершается уже внешний поступок, и совершенно забываем о себе, что он-то и этот муж, паршивец, такой, ушёл к ней. Так. А ну-ка, вспомни-ка, а сколько раз ты согрешила тем же самым, только в жизни не осуществила? Ой, да чего хорош! Мне бы с ним бы! Да? И я думаю, что тогда будет легче простить, если он покается. И это надо, конечно, делать. Не оправдывать, а если покается, действительно, нужно, мне кажется, воссоединиться, если это позволяет душам. Вот так. А ваши лекции можно где-то увидеть, почитать? Мои лекции, да, можете увидеть и почитать на сайте alexeyosipov.ru Там есть прекрасные картины, которые открывает мой сайт. Вы знаете, Нестерова. «Явление отроков Варфоломея». В общем, откройте картину, дальше можете уже больше ничего не слушать и не смотреть. Только эту картину уже будет достаточно. Вот так. Я специально так и сделал, а то вдруг начнут слышать и что-нибудь там еще найдете не то. А картина замечательная. Здравствуйте. Вот для меня очень важно сегодня уяснить. Здесь находятся в зале представители школ, учителя. Вот скажите, пожалуйста, то, о чем вы нам сегодня рассказываете, о молитве, о том, что нужно молиться, учить детей это делать, это приоритет родителей или школа должна принять какое-то посильное участие? Вот для меня очень важно. Спасибо, да. Вы знаете, этот вопрос я бы, скорее всего, адресовал вам. А знаете, почему? Что родители должны, в этом нет никаких сомнений, всем понятно. А вот в отношении школы я не знаю, как могут, как преподаватели на уроках такое говорить или нет. Или вас за это сразу выгодят из школы. Вот в чем дело. Я даже вот не знаю. Мне кажется, что это очень неправда. и толпая, вот, да. Если даже можно вонток вот это сделать, мне кажется, что должен быть какой-то цикл бесед с детьми. Преусловие, что человек, который с ними беседует, вот как бы правительство это прочувствует, он к этому пришелся и это понял. И мы просто нас пригласили сюда, чтобы мы услышали. Я вот для себя хочу понять, как мы с детьми, стоит ли с детьми об этом говорить? Стоит, вы знаете, ну, вы же верите. Вот то, что я говорил, по-моему, даже понятно, что бы это дало детям. Если бы действительно они начали учиться молиться, если бы, вы знаете, я вот не сказал об этом, но это же какое великое благо приобрел бы ребенок. Он бы стал более бы сдержанным, более великодушным, более дружеским, более дисциплинированным. То есть, ну, все вот эти блага, которые мы ищем, чтобы ребенок стал таковым, молитва действительно является источником этих вещей. Поэтому было бы чрезвычайно важно. Но я не знаю, как в школе можно этому... Где вы найдете такой... об этом? Слава Богу, если можете на уроке, вот, например, так, раз, и, может быть, какую-то минуту, две, если это возможно. Но как учить? Как можно сказать, как учиться? А учить можно? Не скажете, вот сегодня сейчас, дети, дорогие дети, прошу вас, встаньте сейчас, и вот давайте, все вместе. Но прошу вас, с полным вниманием, итак, начинаем. Я буду произносить вслух, вы все можете вслух, можете про себя, и вот давайте, буквально несколько раз скажем, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Возможно это или нет? Это я спрашиваю, потому что я не знаю. – Я думаю, вот, слушая вас, где я могла бы применить молитву, вот эту самую коротенькую, хотя вот все время думала, что очень наши, это самая короткая молитва. – Нет, нет. – Вот детей своих обучала. Вот, например, на экскурсию отправляемся, у нас же автобусы сейчас очень комфортабельные, можно к ним обратиться с просьбой, и в случае, если они учителя уважают и считают, что учитель – это образец для подражания, то можно и повторить, почему бы и нет. – Очень. – Мы же, когда в дорогу взрослые отправляемся, мы же всегда просим, Господа Бога, чтобы путь у нас был удачный. Поэтому вот можно таким образом. – Ну что же, это было бы великолепно, если бы это было возможно. Спасибо. Спасибо, да. Это действительно было бы очень хорошо. Если это возможно, то, конечно, нужно делать. Вообще, я вам скажу, христианин всегда должен быть, ну, в определённом смысле, тем человеком, который, ну, хочет добра всем и старается это добро сделать. А приучить кого-то к молитве, к молитве, а не к празднословию, это, я вам скажу, одно из величайших благ в жизни. Я вам приведу вот пример, очень интересный. Вот Никон Воробьёв, вы знаете эту книжечку, однажды на моих глазах к нему пришла женщина из деревни и пришла с чем? Говорит, у меня уныние страшное и тоска даже, я не нахожу себе в покое, ни с кем мне не хочется меня болтать, разговаривать, а я одна, ну, помогите, что мне сделать? И вот он при мне как раз сказал ей, ну, постарайся, постарайся вот так, и сказала ей эту молитву, сказать, только постарайся, вот ты одна, никто тебе не мешает, вот дома, на городе, там, корову ты держишь, вот постарайся вот так. Вот так поговорили, она поблагодарила и ушла. И надо же, случилось так, что где-то, ну, примерно через год, я не помню, опять-таки оказался я свидетелем, когда пришла эта женщина, и вы знаете, со слезами благодарности ему, батюшка, вы мне просто, какое благо вы мне сделали только, да я ж теперь покойна, я ж теперь радостна, да мне не нужно, я не ищу там каких-то, знаете, сплетен и прочих вещей. У неё слёзы текли благодарности, что она получила. Вы слышите, какое благо мы имеем? Вот оно, прямо в наших руках! Какое благо! И вот эта простая женщина оказалась, посмотрите, посмотрите, какое оказалось, а мы своим образованием подчас, знаниями подчас, и... и... ничего не имеем. В молитве надо учиться и приучать себя. Какое благо, оказывается, у нас есть! Им только надо воспользоваться! Так что, обязательно, если это возможно, конечно, делайте, да! Спасибо! Алексей Ильич, меня много лет борют гордые помыслы. Я исповедуюсь, но они всё равно приходят. Как думать о себе смиренно и как с ними бороться? Второй вопрос – как бороться с чревоугодием? Ну, слушайте, два-то вопроса – зачем сразу? Ну, вас борют, я не знаю, кого они не борют эти помыслы. Самое первое, хочу вам сказать – не удивляйтесь! Вы знаете, откуда нас удивление? Что меня борет гордость или чревоугодие. Я не знаю, кого они борют. Покажите мне такого человека, кто бы не возлюбил своё чрево. Ведь Иоанн Лесничек недаром назвал это 14-е слово о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Это же великолепно! Так что первое, что я скажу – не удивляйтесь этому нисколько, а посмотрите на это объективно. Все мы, оказывается, поражены. А бороться с этим надо с этим как бороться? Так, как борются с любой из страстей. Нужно немножко наблюдать за собой в отношении гордости и увидят. И увидеть, да. Ничего себе! Чем я горжусь? А оказывается, я не могу, я не могу ни объедаться, ни лукавить, ни лицемерить, ни обманывать, ни притворяться, ни тщеславиться. Прости! Чем же я горжусь-то? Я никак не пойму! Кто я? Я осуждаю непрерывно всех и вся! Господи! Кто я? И я ещё горжусь, что за глупость такая! Это же безумие! Действительно, гордость – это, конечно, самая безумная страсть из всех страстей. Потому что, на самом деле, мы действительно нет минуты, чтобы мы чего-нибудь не натворили. Или вне, или внутри себя. Ну, действительно, так же стоит немножечко только понаблюдать за своим внутренним мирком, и мне кажется, уже стыдно будет даже гордиться. Стыдно просто! Ну, а в отношении чревугодия... Ох! Сказал бы, если бы! Да так трудно! Ну, почитайте 14-е слово. Иоанна Лесвичника. Но, говорят, так нужно бороться. Говорят, так бороться. Начинать с чего? Наелся? Ну, вот, сиди, наелся? Ну, наелся. Наелся. Всё. Сыт, сыт. Это самому себе. Самому себе. А вот так уж больно вкусненькое. Так ты же сыт! Ик, 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 ик. Вот так. Самое, оказывается, главное, что начать хотя бы с того, что уж когда сыт, ну, не лезь ещё, воздержись уже от того, от чего ты можешь совершенно спокойно уже воздержаться, потому что уже сыт. Если начать хотя бы с этого, хотя бы с этого, когда уже сыт, да не только сыт, уже пересыт, когда уже моё чрево кричит, не могу! А я кричу, молчи! Не могу тут такие вкусные вещи, а ты... Да, ещё. Вот так. Нужно начинать, начинать вот с таких вещей. Если кто действительно серьёзно хочет. Начинать с чего? С того, что ещё можем мы не делать. Можем. Когда я голоден, ещё не наелся, меня ничто не удержит. Это я знаю. Ничто! Никакая философия! Ну, а когда уже сыт-то? Ну, а здесь как? Ну, попробуй. Тот, кто хочет научиться, научиться вот здесь и начни пробовать. И тогда увидишь. Оказывается, очень здорово! Очень здорово! Весь организм, всё тело такой благодарностью отвечает, когда не объешься. Прямо благодарит тебя от всей души. Ой, спасибо тебе, хоть раз ты меня не нагрузил. Вот так. Вот таким образом. Алексей Ильич, ответьте, пожалуйста, ну, а как спастись? Вот, если смотришь вокруг себя и вот кругом, как спастись? Если смотришь вокруг себя и одни грехи, вот, и с чего начать? Очень тяжело. Ну, каешься и потом, как говорится, опять об асфальт. Вот. В одно и то же падаешь очень тяжело. Ой, да, я понимаю, понимаю вас. Скажу так, никакого рецепта такого, вот рецепт взяли, приняли, и всё пошло наилучшим образом. Нет. Есть другое. То, о чём мы сейчас уже говорили, но прямо только не называли. Если мы начнём учиться молиться, вы увидите, как Господь будет помогать. Действительно будет помогать. Он освобождает даже, знаете, от ситуаций. Вот какие ситуации, уже кажется, всё. И вдруг так происходит, что они как-то, эти ситуации сами по себе куда-то исчезают. Представляете, какие вещи! Нужно попытаться внутри себя вести, насколько это возможно, правильную христианскую жизнь. И это может... Это очень помогает, потому что, в конце концов, наши силы-то, они где? Внутри же силы эти и моральные силы, психические, нравственные силы, они внутри. И тот человек, который действительно привыкает, навыкает этой молитве, причём постоянно, вот, сидите сейчас, кто мешает сказать? Кто мешает? Никто не мешает. Даже никто же аж сейчас не мешает учиться молиться. Подумайте только! Вот, молитва много значит. Второе, очень много значит чтение хорошей литературы. Не вообще чтение, а чтение действительно литературы. Я бы очень рекомендовал вот книги Игумена Никона Воробьёва, о его, о началах духовной жизни или нам оставлено покаяние. В общем, его письма очень бы рекомендовал, потому что они они там дают очень много прекрасных советов в отношении именно духовной жизни, внутренней жизни, советов, которых мы особенно нуждаемся. Ну, а в отношении, так сказать, внешних обстоятельств, насколько возможно это, надо избегать тех ситуаций, в которых вы знаете, что здесь будет очень сложно. насколько это возможно, надо избегать этого. Здесь уже требуется, ну, что, рассудительность определенная. Иногда надо ссылаться на что-нибудь, на обстоятельства, на болезнь, заболел, ещё что-нибудь. Нужно избегать этих обстоятельств. И это будет благоразумно и правильно. И, кстати, это будет не ложь, не ложь, потому что вы никому тут вреда не делаете. Вы просто спасаетесь, знаете, как на войне. Как на войне, когда специально, специально какой-нибудь, так сказать, разведчик указывает направление, указывает совсем не то, что есть на самом деле. Вот, чтобы спасти, спасти свою армию. Так и здесь тоже. Нужно даже идти на это. Болит голова, не могу, не могу, желудок разболелся, не могу там то-то. Вот таким образом. Насколько это, ещё раз говорю, насколько это возможно, потому что, сами понимаете, обстоятельств – миллион, но нужно учиться понемножечку, понемножечку надо учиться, приучать себя к молитве. Она поможет, выручит, вы увидите, как. Об этом, говорит, опыт множества людей. Потому что Бог не может оставить человека, прибегающего к нему. Не может Бог это делать. Помоги Богу! Субтитры создавал DimaTorzok